Вот такие красавцы с чёрными головками. Только-только раскрылись как раз для маринования. Как красив осенний лес! Начинает уже золотиться. Наступает грибная пора. И мы сегодня выбрались в лес поискать грибов. Планируем найти опята. Их продают сейчас очень много. По дороге сюда продавали не то, что много, а просто огромное количество опят. Но где их собирали, сложно сказать, где выпал дождик. Надеюсь, что нам повезёт. Вот такая красивая лесная дорожка. Тишина. Только слышно, как падают листики. Просыпается лес. Растут грибочки. Нашли пенёк с небольшой вешенкой. И вот такой вот ещё грибочек. Ежовик короловидный. Ещё маленький. Он очень полезный, говорят. Но краснокнижный гриб пускай растёт. Зонтики пёстрые растут. Раскрывшиеся. Немножко дождиком примоченные. И вон ещё один экземплярчик. Ещё один ежовик короловидный. Покрупнее. Очень красивый грибочек. Пушистый, беленький. Действительно похож на кораллы. Оказался зонтик краснеющий. Вот он краснеет. На местах микротравм. Мы такой не пробовали. Но в интернете многие его кушают. Говорят, что вкусный съедобный гриб. Возьмём обязательно. И вот первая находка. Опята осенние черноголовики. Это просто мечта. Такая огромная семья. Я надеюсь, что мы найдём ещё. Но этой семьи, наверное, одна треть ведёрка будет. Вот такие красавцы. С чёрными головками. Только-только раскрылись. Как раз для маринования. Просто прелесть. А какие они ароматные. Мои любимые грибочки. Мой любимый фитнес. В лесу. Вверх-вниз, вверх-вниз. По горкам. В поисках грибов. Фитнес-центр сейчас. У тебя опасно. Можно заболеть. А здесь можно тренироваться. Без угрозы для здоровья. Только для пользы. Нашли ещё пару семей молоденьких грибочков. И пойдём дальше. В горку. Сейчас тяжело, но потом спускаться легко. Этим себя и подбадриваешь. И вот ещё одну горку нужно преодолеть. Это кажется, что тут не крутой подъём. На самом деле, крутовато. Вон эту горку поднимся вверх. Вёшенка. Отличные экземплярчики. Соберём. Молодая, хорошая вёшенка. Уже мы с Жарёхой. Немножко опят. Немножко вёшенки. Но наши поиски ещё не закончились. Вот такая вот красота. Только-только вылазят грибочки. А какие красавцы. Черноголовики. Молоденькие, классные опята. Смешанный лес. Грабы, осинки. И вот попалась такая шикарная семейка черноголовиков. Опятки черноголовики. Какие они красивые. Может быть, ещё найдутся. Было бы здорово. И вот ещё одна семейка покрупнее. Но такие же молоденькие. Спрятались под листиками за пенёчком. Сразу не заметишь. И, ну, конечно, как всегда, здесь уже побывали грибники до нас. Но остались кое-где грибочки. Спрятались и ждали нас в травке. А вот сюда не дошли грибники. И нам досталось таких красивых опяточек. Прелесть. И вот ещё семейка. И вот тут же дерево. Красивые. И вот под деревом тоже лезут опятки. Сразу не заметишь. Ну, какая красота. Класс. Коля ещё нашёл. Ой, а вот какая семейка. Вот это да. Огромная. Крепенькая такая. Но шляпки почему-то немножко потрескались. Наверное, потому что дождик шёл. Влаги набрались. Или наоборот. Влаги не хватает и потрескались. Ну, очень красивые. Будем собирать. Грибники были, видно, выходные дни. Сейчас середина недели. И за эти денючки грибы подросли. То, что не нашли выходные, досталось нам. Вот такие вот классные грибы. И вот прячутся под папоротником. Тоже сразу не заметишь. Красивые. Тоже красавчики семейка. Классная. А вон ещё. С другой стороны этого пня. Тоже довольно-таки крупная семейка. Ура! Мы сегодня с грибами. А на этой полянке другой вид грибочков. Ой! Это уже лимонные грибочки. Лимонники. Лимонного цвета. Но тоже очень хорошие для маринования. А вот ещё грибочки. Коля их увидела и крикнула. Ой! И я испугалась. А потом ещё ой и ещё ой. Три раза ой. Три семейки грибочков. И вот они, малышики, растут. Красивенькие. Такие малыши. Только вылазят. Нужно ещё поискать здесь. Вот наш сегодняшний сбор. Красивые молодые опятки. Можно мариновать. На мальчиках тоже. Нет, вот ничего. Там вообще... Отличные грибочки. Мы их испугались. Но они испугались нас ещё больше. Ух! Субтитры создавал DimaTorzok